Канал Марсианские Хроники представляет вам главные новости дня. Муравьи могла правильно идентифицировать турбулентное горизонтальное движение под поверхностью. Это может помочь лучше понять солнечную конвекцию и процессы, вызывающие взрывы и выбросы массы на Солнце. Муравьи, живущие в солончиках Сахары, могут путешествовать более чем на километр, всегда зная свое местоположение относительно гнезда. На этой местности нет ориентиров или других особенностей, которые помогли бы муравьям узнать, где они находятся. Как выяснили ученые из Австралии и Великобритании, муравьи используют положение Солнца на небе в качестве компаса и собственное движение для оценки расстояний. Исследователи отловили муравьев и жуков вдали от их гнезд, после чего в течение 30 минут выдержали их при температуре замерзания воды. Затем они вернули их к температуре окружающей среды, и как только те пришли в себя, ученые выпустили их в незнакомом месте, чтобы посмотреть, что они будут делать. Замороженные насекомые двигались в ожидаемом направлении, но забыли расстояние, которое им нужно было пройти. Это привело к тому, что они начинали слишком рано искать вход в свое гнездо. Лучшим объяснением этого явления, по мнению ученых, являются не две отдельные памяти, а одна общая, которая кодирует направление и расстояние вместе и частично распадается в случае замерзания. Марсоход Curiosity сфотографировал на поверхности Марса небольшой каменный цветок. Объект на фото похож на органический, однако ученые объяснили, что это минеральное образование с тонкой структурой. Дендрит состоит из минералов, осаждающихся из воды. Curiosity ранее уже находил подобные объекты, диагенетические кластеры кристаллов. Такие структуры состоят из солей, называемых сульфатами. Команда космического инфракрасного телескопа James Webb сообщила об успешном завершении третьего этапа юстировки оптической системы. Благодаря этому все 18 изображений пробной звезды превратились в одно над датчики инфракрасного инструмента NIRCAM. В настоящее время James Webb находится на стадии ввода в эксплуатацию, которая займет 5 месяцев. За это время оптическая система и приборы остынут до рабочих температур и будут проведены процедуры юстировки оптики и калибровки научных инструментов. Бактерии Clostridioides difficile, распространенные представители кишечной микрофлоры, в норме они себя не проявляют. Но в случае деградации местной микробиоты, например при активном использовании антибиотиков, могут распространяться, вызывая колит прямой кишки. Лечение этой инфекции требует определенного набора новых антибиотиков. К большинству уже распространенных препаратов Clostridioides уже устойчивы. И даже такой терапии они поддаются плохо. Одной из причин этой устойчивости, по мнению ученых, может быть клеточная броня, которая защищает бактерии от проникновения даже небольших молекул, включая антибиотики. Этот же S-слой может сохранять Clostridioides от действия белковых ферментов, которыми их пытаются атаковать самые пораженные клетки.